ДИКАЯ ОХОТА И мы остановились на том, что наконец-то выполнили задание Крахан Крайта, помогли его дочери и сыну, платва ей норм просто, просто ей норм, тогда сюда. И сейчас мы с вами пойдем как раз таки к этому Крахан Крайту за наградой, потому что после выполнения этих заданий мне не дали совершенно никакой награды, ни в виде опыта, ни в виде денег. И я понимаю, что сейчас я к нему схожу, он мне даст там кучу денег, кучу опыта, и я буду радоваться, может 20-й левел, кстати говоря, апну. Если апну 20-й левел, то пойдем сразу же к Кузнецу сделать новую броню, для которой стартап у нас уже имеется. Так что все шикарно, и мне надо на дорожный знак, потому что 1600 метров я пилить не буду. Да, это я немножечко на другом острове сейчас. Так что мы вот сюда. Карт-рольдам. Погнали. Также потом пойдем к Йенниферу уже расследовать, что там было, какая магическая вспышка. С цири связанная, не с цири связанная, непонятно. Мастер Геральт, стражник увидел вас в башне, меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллига? Такова традиция. После пиршества ярлы выберут короля, а значит, двери должны оставаться закрытыми. Крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмара. Сегодня ты один из нас. Прошу за мной. Крах ждет? Как официально? Спокойно. Спокойно. Слишком спокойно. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром перу кровь и мед льются одинаково. На большой земле это, наверное, считается варварством. По мне, лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги. У меня столько же прав, сколько у тебя. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из анкрайтов и наденет корону, то... То это ты, потому что у тебя борода на рожи растет. Вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь, последний раз я тебя победила на кулаках. Да, а может, идем сразимся с Вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, у Смирителя Великанов? Хватит выделываться! Керис! Эй! Пес, я кровь! Нехорошо все вышло. Я знаю. Ты же сам видел. Она ведь такая... Такая... Упрямая, упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Точно! Ты прав, Арнвальд. В этом мы с Керис похожи. Я не вижу краха. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовит тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с Вильдкарлами? Размять кости с дороги? Может, позже. Для друзей у нас есть сердце. Любить уникана — это одно... Не. Конечно же здесь нет прохода. Старанчики, ребята. Приветствую, Бирна. Пир тебе не по вкусу? Это не пир, а ярмарка. Тут торгуют голосами, словно овечьими шкурами. Сванриги не собирается бороться за поддержку? Сын Брана не будет торговаться за корону, которая ему принадлежит. Из того, что я слышал, короля должно определить голосование. Такова традиция. Но не всякая традиция хороша. Заботу об островах должен взять на себя один род. Что плохого в выборах короля? Походи, послушай, и поймешь. Кандидаты уже раздают земли, обещают привилегии, титулы, судебные решения. Как уличные девки, что задирают платье перед каждым прохожим. Король по выбору не властитель, а должник. Пора с этим покончить. И для начала посадить на трон первородного сына Брана. Надеюсь, ярлы поймут мудрость этого предложения. Ты покидаешь Каэр Трольда? Завтра чуть свет. Приятных развлечений, мастер-ведьмак. Можно? Даже нужно. Заходи. Я ждал тебя. Как тебе пир? Получше, чем эти ваши баллы на большой земле? Выпивки так точно больше. А как же? Чего я только не выкатил из погребов. Полуторалетние меды. Центрийская сливовица. Махакамский спирт, который обжигает глотку, как кипяток. Анкрай, ты знаешь, что такое гостеприимство. О чем ты говорил, Сбирный? О политике. Ее больше ничего не интересует. Она хотела, чтобы я ради памяти Брана запретил своим детям думать о Короне. И поддержал Сванрике. Полагаю, ты на это не согласился. Мало того. Я выгнал ее за дверь. Ты не разрываешься между Хьялмаром и Керес? В смысле, есть ли у меня фаворит? Нет. Они разные, как огонь и вода. Но в обоих течет кровь анкрайтов. Думаешь, совет Ярлов посадит на трон женщину? Спроси ты меня об этом пару месяцев назад, и я бы засмеялся. Но теперь я вижу, и не я один, что у Керес есть кое-что, что на островах встречается так же редко, как жаркое лето. Терпение. Одни сперва делают, потом думают. А она другая. Подумает, взвесит, за и против. Но как начнет действовать, то нет такой силы, чтобы ее удержала. Так, между нами. Хьялмар не слишком порывист для короля. Зависит от того, о каком короле ты говоришь. Если про то, что засылает послов, двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду, то да, он слишком порывист. Но Скеллиги хочет иного властителя. Такого, что утопит Нильфгард в крови, который скорее прыгнет в огонь, чем сдастся. А в этом весь Хьялмар. Если вы продолжите набеги, МГР окончательно разъярится. Вы можете об этом пожалеть. Мы на Скеллиге не знаем, что такое мир любой ценой. Обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много поколений. И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Прекрасная работа. Спасибо. Деньги мне лучше дай. Почему он мне дал не деньги, а? Мне просто дал бы тысяч десять крон, не знаю, нормальных. Что ты что? Ё-моё! Деньги мне лучше дай. Как они сюда вообще попали, блин? Куда столы делись? Так, ну-ка, что это за меч? Что это за меч такой? Что это? Ну ладно, что-то нормальное дал. А, это еще серебряные, что ли? Ну этот получше. Мой серебряный меч в школу кота. Что-то присел немного. Причем надо будет, наверное, потом продать пару вещей. Ну ладно, я же снова собираюсь сваливать. Какого хрена? Какого хрена? Дайте тряпку! Нужно остановить крот! Быстрей! Отец! Отец! Возьми плащ! Держи, сын, и выберешься. Как меня акула однажды... Хальбьерн! Он умер. Крах! Откуда взялись эти медведи, а? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом? Убери меч, щенок! Не то Крах тоже лишится сына! Ты оскорбил меня, Лугас! А теперь угрожаешь моему сыну! Я тебе этого так не оставлю! Ну так иди! Давай! Я забью тебя, как бешеного пса! Тихо, тихо! Довольно уже пролито крови! Кто-то привел сюда медведей, чтобы они убивали наших сынов и братьев! Мы не сможем вернуть их жизни! Но мы можем и должны за них отомстить! Этот груз ложится на хозяина и его детей! Найдите виновных, Анкрайты! Найдите и убейте! Иначе ваш рот будет проклят до сотого колена! Почему во время этой катсцены так сильно упали фпс? Кто-нибудь видел, откуда эти медведи взялись? Это неважно! Я уже знаю, где искать виновных! Погоди! Ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь! А я пока смою позор с нашего рода! Эй! Ярды тебя уже не слышат! Перестань играть в героя и подумай! Речь идет о нашей чести! Ты меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале! Ты права, Кирис! Я помогу тебе! Спасибо! До встречи! Я вернусь с головами предателей! Я останусь здесь! Кто-то должен всем этим заняться! Позвать знахарей! Выдать тела родичам! Волк! Спасибо тебе! Ты видел когда-нибудь что-то похожее? Нет! И надеюсь, что не увижу! Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили! И вдруг началась резня! Все стены в крови! Кто погиб? Дрогадар, Драйк Бонгу, Лугас Синий, Хальберн, Отрик... Долго перечислять! Теперь выживших кандидатов на корону можно пересчитать по пальцам! Ты, Хьялмар, Сванрия... Что ты хочешь этим сказать? Пока ничего! Что происходило сразу перед резней? Молодой Лугас поспорил, что выпьет бочку пива залпом. Влез на стол, схватил бочонок пшеничного из цинтры и начал хлобыстать. Кадык ходил у него туда-сюда, как поплавок. Он надулся, покраснел, но пил. Люди стучали кружками и кричали, Лугас! Лугас! И тогда с другой стороны залы пошло такое рычание, что... Мы обернулись, как по команде Кормычева. А они уже там. Те, что были ближе всех, не успели даже выхватить мечи. Их разорвали на кусочки. Мы отомстим за них, я обещаю. Хватит разговоров. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я? Среды когтей, зубов, переломы. Трудно сказать, отчего он умер. Ну ладно, что у нас тут? Старый шрам со следами швов. Что-то под мехом. Татуировка в виде медвежьей лапы. Голова медведя, но язык короткий, как у человека. И с пасти несет медом. И чем-то еще. Чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Получеловек-полумедведь. Существо вроде лекантропа. Но сейчас не полнолуния, значит, обращение вызвано не луной. Может, он съел что-то? Или выпил? Мед. С каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Все рога пусты. Отрик. Лера, такой молодой парень. Тело так изуродовано, что трудно сказать, кто это. Может, Стенглим? У каждого стола стояла чаша. В этой был мед. И только мед. Я только на минуту отвернулся. А у лавки уже стоял медведь. Это дела богов. Дрогадар, скальт свое уже спел. Не говори глупостей. Так значит, правду говорят о воинах, которые в ярости обращаются в диких зверей. Берсерки. Только откуда они здесь взялись? Этот землистый запах. Какие-то грибы? Чаша пуста, но запах остался. Он есть где-то еще в этой зале. Есть. Мед, какие-то грибы и... Человеческая кровь. Кирис! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то... Люди, которые обратились в медведей. Ага. Берсерки. Берсерки? Так скальды зовут воинов, которые в полубоя могут превратиться в зверя. Это сказка. Легенда. Но все совпадает, правда? Вот только здесь был пир, а не поле боя. Я, кажется, знаю, что вызвало превращение. Мед, который они пили. Понюхай. В мед добавили кровь. И что-то еще. Кажется, какие-то грибы, но я их не узнаю. Думаю, нам поможет Хьорд. Он в растениях лучше всех разбирается. Ну, давай спросим. Фрейя, мать наша, сделай так, чтобы море поглотило предателей. Фрейя, госпожа наша. Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Керес говорила... Дай рог. Я знаю этот запах. Мардрел. Керес не ошиблась. Ты разбираешься в травах. Да, особенно в тех, которые влияют на разум, успокаивают, вызывают сон без сновидений. У Дальрик страдал долгие годы. Я пробовал помочь ему разными способами. Сперва молитвой. Потом маковым молоком. Но теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто. Но он понемногу отвыкнет. А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да. Но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь. Войны, которые ели Мардрел, должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей. Но, как я сказал, это... Только легенды, знаю. Легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда. Мардрел? Не встречал этого названия. На большой земле их называют иначе. Веселушки, кажется. Да, припоминаю. Христиане едят их, чтобы притупить боль. У Дальрик тоже их пробовал. Но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение. Кошмары. Ну да. Это последнее, чего у Дальрик не хватало. Спасибо за помощь. Кровь и Мардрел. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева. А возможно и превращение. Может быть. Но я не верю, что мед отравили здесь, в зале. Без стольких свидетелей. Ты прав. Я помогала готовить пир. Я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже гудит, как улей. Думаешь, они открыто нападут на краха? Или друг на друга. В лучших традициях скельги. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед и кровь должны литься струей. Его пожелание исполнилось. Очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное. Они просто ищут драки. Спокойно. Он вспыльчив, но не глуп. Ядом мы храним на той стороне погреба. Внизу. Идем, я покажу. Ну и вонь. Это водка? Махакамский спирт. Какое облегчение. Кто-то испортил несколько бочек. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка. Выглядит она так же, как и остальные. Что за... Ах, сука. Спирт! Здесь другой выход за бочками. Но они тяжелые, мы их не сдвинем. Я не собираюсь их двигать. Быстро. Кто-то явно не хочет, чтобы мы выжили. Кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Когда мы с Хелмором были маленькими, мы играли здесь. Помню однажды... Ах, старые времена. Дай мне только добраться до этого пиромана. Дай подумаю. Они должны были войти там же, где и мы. Может, там остались следы? Возможно. Когда дверь захлопнулась и рванул огонь, ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет. Но у меня не такие тонкие чувства, как у Ведьмака. Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут. Я стараюсь не прислушиваться. Но вход и правда стоит осмотреть. Ну... Открывай, что? А. Ну, ну... Кто-то вляпался в разлитый мед. След обрывается. Поищу другие следы поблизости. Наверное, почувствовал, как одежда прывалась, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани? Нет. Не может быть. О чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Я не понял. Так это предатель, что ли? Бери коня. Мы догоним его. Давай, Плова. Арнвальд! Стой, дьявол! Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. У тебя нет шансов. Еще посмотрим. Какого хрена? Давай, Плова! Да куда? Вот зараза. Он быстрый. Попробуй выбить его из седла. Ты-то по ответ скажи. Мы его взяли! Ей-то это зачем? Если у нее получилось, Сванреги остался бы единственным претендентом на трон Скеллиге. У тебя есть доказательства? Твоего слова против слова Бирны может не хватить. Арнольд, помоги нам, и я попрошу отца, чтобы он даровал тебе почетную смерть. У меня есть ее письма. Она писала, как отравить мед. Но там ни подписи, ни печати. Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь. Ладно, надо поторопиться. Пора созвать Ярлов. Я созвал совет Ярлов по твоему требованию, Керрис. Ты утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёю в Каэртрольде. Так говори, кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирнабран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэртрольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно! А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это Бирна велела отравить мед. А когда Керрис и Ведьмак зашли в подвал... Ты предал нас! Род, который тебя кормил! Люди! Это же слуга Анкрайтов. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь. Арнвальд служил в Каэртрольде, сколько я себя помню. Как верный пес! Там? Я могу подтвердить слова, Керрис. Ты? Еще один Крайтов-прислужник? Могу представить, как Керрис склонила тебя на свою сторону. А может, Крах просто заплатил, чтобы ты меня чернил? Что ты сказала? Тихо! После того, что я видел на Спикероге, я верю Ведьмаку. Больше, чем тебе. Это твое право. Но это не доказывает моей вины. Есть еще одно доказательство. Вот письмо, в котором Бирна дала Арнвальду указание, как отравить мед. Каждый мог его написать. Здесь нет подписи. Но пергамент пропах твоими духами. Знаешь, у них ужасно сильный запах. До сих пор чувствуется. Это все твои доказательства, девочка? Это должно убедить всех, что я изменница? Не смеши меня. Бирна права, Керрис. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы объелить имя вашей семьи. Остается одно. Кольгер, Лугас! Пора покинуть этот проклятый замок. Нужно решить, какое наказание ждет Ротанкрайтов. Вы совершаете большую ошибку. Молчи, бродяга. Стойте. Мама, ты сказала мне уйти перед пиром. Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керрис. Вы не поверили Ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Это резня. Дело ее рук. Она опозорила себя, меня, весь клан. Сванреги, я сделала это для тебя. Только для тебя. Значит, ты признаешь свою вину. Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя Родуанкрайтов. А тебя, Бирна, приговариваю к смерти. Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расклюют чайки. Вот такие вот дела. Я знал, что Бирна стремилась к власти. Но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванреги? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание. Или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденейт на совет Ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого пойдет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Я откажусь. Тем более у меня есть свой фаворит. Я так и думал. Ну, пойдем. Поддержим Кейрис. Это еще не все. Мы еще с вами сейчас пойдем делать броню. Потому что 20 уровень. Мы можем сделать броню. Мы вовремя. Наверное, уже начали. Недавно мы вернули морю Брана, но сегодня тризна кончается. Сегодня по воле богов и кланов ступит на трон новая королева. Воздадим ей честь. Я знаю, не все хотели видеть меня в короне. Я благодарю всех, кто был за меня. Здесь, под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на скеллиги воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Кейрис! 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 так где тут дорожный знак да вы издеваетесь надо мной 1 тогда сюда к лошади а уровень так увеличить шанс нанести критический удар в быстрой атаке на 2 процента критический урон что это создает активный щит поддержание щита ой куда я его нахер ставил хотя даже апреля сделаем вот так вот что я ардом особо не пользуюсь а вот оружие знак так мы сейчас с вами отправляемся в кайр тролль да ищем там оружейника и броника и делаем себе новый доспех надо убрать надо наверно знать знак так вот только теперь возникает проблема надо найти кузнецов и ну в принципе если что то можно вернуться ты в навиграад кейверу сходить допустим то есть если что любом случае тут можно с помощью дорожных знаков телепортироваться прямо между городами я могу совершенно спокойно вернуться в навиграад я могу там в белый сад вернулся куда угодно вообще но только в том случае если мы сейчас не найдем здесь нормальных кузнецов вообще не на ненормальных а скорее просто любых потому что здесь нормальных и ненормальных нету так что сейчас мы в город и но я не знаю почему то я сомневаюсь что я сейчас что-то найду здесь хотя просто я не видел по моему никаких здесь чуваков которые могут это сделать вообще посмотрим может видите тут это порт сразу же не то ну поняли да давайте сейчас вернемся в навиграад по быстрому хоть это не самое реалистичное что есть в этой игре но все же все же все же тень тень навиграад сюда однако найти меня было непросто поскольку как узнал я перешел дорогу воротилом навиграадского преступного мира и исчез в конце концов геральт выяснил что я попал в застенки храмовой стражи с помощью друзей геральт в конце концов сумела освободить меня и правильно сделал потому что я знал что случилось с цири к сожалению девушки уже не было в городе спасаясь от преследования громила затем попав в погружение храмовой стражи цири вынуждена была телепортироваться куда она попала этого я тогда еще не знал а о и и а Субтитры сделал DimaTorzok Да ладно, днём? Серьёзно? Да не может такого быть. Так, что, 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 что игра? Чё такое? Прогружается мир, да? Потерпи чуть-чуть. Те, да боже, да. Да. Так, короче, ладно, потерпите немного. Ибо игра любит так делать, когда она подгружается. Не всегда такой нелёгкий процесс. Так, чувак, ты мне сделаешь... Меч. Да у тебя, конечно же, именно мечи, вот именно у него, вот как вот, угу, вот у него именно мечи. Итак, лучший доспех школы кота. Улучшенные перчатки школы кота. Что мне не хватает? Укреплённая кожа. А тут чё не хватает? Шкура. Ладно. Сколько там не хватает... Две. Будь здоров. Ну, сразу оделась, блин, я так не хотел. Я хотел подождать немного. Веди себя, блин. Так, чё, да, улучшилась ведь. То есть, теперь у нас... Это, улучшенный доспех, улучшенный, улучшенный, улучшенный. Так, теперь мне надо сделать... А вот я не помню. Сейчас, кстати, посмотрим. Примеслом. Улучшенный стальной. Угу. 212 урон. А у меня сколько урон? А, ну у меня улучшенный, по-любому больше. Так, тогда сейчас мы к Эйвру. Эйвр, Эйвр, Эйвр. У нас... Та-та-та-та-та-та. Вот здесь. Ну, Геральт более утеплённый. Да. Теперь Геральт у нас более утеплённый такой. А куда я бегу, нахер? Ну, дизайном... Могу сказать, что мне... Ну, не знаю. В принципе, нормально выглядит. Я чувствую, в следующей серии мы с вами пойдём искать... Ээээ... Там улучшенный, я не помню. Так, просто снаряжение школы кота, улучшенное снаряжение школы кота, превосходное мастерское, вот, всё вспомнил. Остальное... Ой, серебряный меч мы с вами делать не будем, потому что, во-первых, я не могу его сделать, ибо я не могу найти рецепт, который, кстати говоря, неплохо было всё-таки найти. Но, как бы, прикол в том, что не могу я зайти на второй этаж этого здания, где находится рецепт, поэтому приходится как-то без него. У меня, в принципе, неплохой такой он сейчас, на данный момент есть, так что нормально. Так, Эйвар, ты мне сделаешь сейчас меч по-быстрому. Мусор серебряный, так, серебряный, ээээ, стальной. Мусор серебряный меч школы кота. Всё, денег нихера нету, сейчас ему продам всякое говно, которым не нужно. А тебе наверняка нужно это, серебряный меч школы кота. А, серебряный, забирай, эту забирай, эту забирай, забирай, забирай. Это что такое? Смерть с небес, а ты арбалет такой? Тоже забирай. Да хрена, денег у меня теперь стало. Нормально так. Поднялись нормально так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, слушайте, ээээм, ну короче, мне тут игра подсказывает, что... Что надо сохраниться очень срочно, иначе она сейчас закроется. Что значит невозможно. Всё, игра сохранена. Ээээм, так, меч я, так понимаю, он сразу одел. Да. Девятнадцатый я мог меч делать? Раньше, ну ладно. Так, ну что ж, мне игра тут подсказала, точнее, Windows подсказала, что почему-то перегрузка на ЦП, и типа такой, давай закрывай меня, либо заканчивай запись, ну и поэтому я, наверное, закончу запись. В любом случае, мы с вами сделали броню, сделали всё, что хотели, так что вот так вот теперь выглядит наш Геральт, надо будет ещё, кстати, к цирюльнику сходить. Ну что ж, я думаю, что тогда это можно закончить, в следующей серебре мы с вами пойдём уже, там, по основной сюжетной линии, или искать новую броню, ну, точнее, рецепты. Ээээ, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте, и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, и до новых встреч.